Здравствуйте! Канал Человек и Бухло с вами. Мне сегодня Антоха будет вытачивать одну штуку для вытворки. Давай покажем. Короче, в УФР задней консоли есть такая заглушка, вот такая вот. Она просто в заднем колесе закрывает дырку. Я хотел на алике заказать, но на запрос пробка мне выдавала другие варианты. Слышь, у неё загорается лампочка. Какая лампочка? Масло. Масло? А, ну просто там, наверное, на донышке масло. О, сейчас Антоха будет не тащить. Антоха, иди покажу что-то. Ты видишь, в чём мотоцикл есть? Септики? Да. Продезинфицированный просто, в принципе. Я после дождя выехал, ещё в дождь попал. Пена. Просто, блин, пена. У меня фару переделали. Не надо. Нет, не надо. Потом плохо заканчивается. Трудно было здесь у меня с колодкой. Да, знаешь, в чём прикол? Ну. Кстати, может быть, не тревожь, а напишите. Нише. Короче, вот эта скоба, на которой держится супор, она уходит туда вниз, и на ней держится датчик АБС ещё. Да. И, ну, как бы не очень удобно. Я просто здесь открутил, немножко приподнял, и снял с этой направляющей уже потом. А. Ну, эту тоже пластинок, ну, откручивал кипление. Ну, просто только так получилось его выгнуть. Ага. Ну, просто мне нужно было почистить поршня, потому что они были в окистах. Мне, когда парень приезжал, у него уже видишь, диск пошёл. Он говорит, у меня задние колодки типа норма, а передние не очень. Я говорю, давай посмотрим. У него задние оказались. В заднем хана, и на заднем ещё хана оказалась на ручнике, и они тоже делают диск. А ручника там же такие эти, как китайцы. Как от китайца подходят, да, но им тоже была пизда, и они тоже дёрли диск. Поменял? Ну, пока нет, надо смотреть что-то. Ты подожди, так они сможем, где-то я вижу, лежали. Ну, вот такая-то она лежала старая, вот и колбак. А. Так вот, подожди, где-то, вот, у этого. А, нет, у этого уже продвинутая двупоршневая. Да, я вижу такой, типа. Это сигареты, я уже завязываю. Спереди он ещё успел. А ты перед менял? Перед не менял? Ну, я ему тоже сказал, что я говорю, ты забери их, на всякий случай, пускай у тебя будет, потому что это последнее. И мануал я раскачал классно. Я потом качусь, ну, на это, на коробке, торможу мотором, и он такой, передачи скидывает. Типа, ну, тормозит, короче, передачи, бля, вообще прикольно. Ну. Ну, у меня единственное, знаешь, что, а, это, кстати, у тебя в сториз было дым отсюда шёл? Да. Ну, это был парк. А? Антифори зародился, полбуша. Видишь, протекает. Да, тут течёт, с той стороны пизда течёт. Я не знаю, они у меня стоят уже. У меня были, Никитус, такие ручки, и я их хотел, ну, мне их подарили за рублей 20. Единственное, что у меня вот это вот так вот. Красные. Это не хватает просто. На вайперх активах, где коробка автомат, у них тормоз на ноге, и тоже здесь нет ручки. Здесь тоже непривычно, что. Хочется переключить передачу, а её нету. И он, наверное, крашеный, я так понимаю. Он, по-моему, цвет идёт более яркий. Ну, просто, в самом деле, он, когда приехал, на мотоцикле, ну, я говорю, пробег здесь, ну, такой, приличный уже. Он говорит, да я знаю, говорит, я убрал с пробегом большим. Ну да, он не видно, что он поездил. Ну, когда они уже поменялись. Смотри ещё, какие шарниры прикольные на кокре. Видишь, как они складываются, вот, как на танчике. Чит? Угу. Привожатся. Приклонишь? Непросто. Только, блядь, вот, передай привет этим, блядь. К заводу Хонды привет. Да? А что у завода Хонды? Вот тут шестигранник на три, на четыре. А, на четыре. Тут шестигранник на пять, а тут, блядь, PH2-отвёртка вот здесь. Ага. И это, чтобы снять один элемент. Три разных, блядь, болта. А, про Хонду, да, рассказывают, что хочешь секса, возьми Хонду. Не, хочешь секса, возьми итальянца. Не, итальянца, да, это вообще. Итальянца, я согласен. Ну, где-то ещё возьмёшь мотоцикл, у которого и сурчник. Ввиду вот дерби, кстати, и вы тоже помните. Да, это Гена. Про него у меня на канале выйдет видос. Ссылку в описании Олега ставит. Посмотрите, как здесь чистится карбюратор. Таким образом. А, это вообще древний мопед. То есть нужно весь пластик полностью нахуй разобрать. Причём начинает разбираться спереди, чтобы добраться таким образом. О, щас я про этот дерби расскажу, короче. Пока Анатолха будет меточить железяку, полусмазку. Короче, этот дерби, вот такой вот мопедик. Это очень, очень редкая хрень, кстати. У него рама алюминиевая, компоновка мотоциклетная, то есть бак. Бак у него где-то здесь, да? Да, да, здесь. Да, бак вот здесь. Ну, то есть, здесь бак, рама, диплом. Двигатель вынесен вперёд. И в этом мопеде когда-то очень давно я его хозяину менял поршневую. И менял я её, как у мотоцикла, прямо вот отсюда. Реально. Ну, между рамой засовывал, потому что там просто трендец, всё узенько очень. И прикол в том, что у этого мотоца, ну как мотоца, мопеда, цепь стоит. В цепи звезда. Или попадаешь на обслуживание вариатора и попадаешь на обслуживание. Да, и в этом весь и прикол, что в этом мопеде надо менять в вариаторе ремень. Обслуживать, да. Цепь звёзды, их надо смазывать. Короче, тут все прелести скутера и все прелести, блять, мотоцикла. Вот такая вот фигня. О, это тоже прикольная штука, у меня такой был. Пиагио. Да, вот такой. Тоже в новой морде. Тут прям Вантоха в ностальже, у меня и Рокс был когда-то. Хе-хе-хе. Только чёрт. Но у тебя, наверное, в другом кузове дело. Не, в таком. Именно… Мне казалось, что ты его после рестайла… Не-не-не, вот именно такой. Четвёртый год. Во, 2004. Потому что он такой вязкий. И его херло берёт в лагарство. Сама деталь очень широкая, тяжело, ну глубоко. Слышно, надо только, чтобы ухватило. Да. Слышно. Все, тепло. Отлетают эти горячие куски. Доктор Кекс. Глазааа! Спайдермен. 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 Слышно. Четвёртого, или пятого? Да, сейчас надо уже неплохо. А ты продолжишь свой канал? Да, кстати, будет открытие канала. Да, ты опять. Так, стопай. Будет ссылка в описании на первый видос и на канал. торца не просто не сначала торцянуть ее надо я думаю короче сначала вот эту сторону точить а потом мы здесь просто обрежемся нет и лучше смотрю лучше и торцянуть потом здесь проточить в размер запасом небольшим чтобы тебе хватило захватиться но перевернуть захватиться и вытащить обратку не если она будет чуть толще мышь потом можно будет все равно подвести но почневает очень можно хватать жесткости можно вставлять ну иди оставлять не надо еще снять чуть-чуть по моему 230 или 240 буквально не хочется дриснуть он так и стоит она стала в паз а фиг достанешь вот так либо но выточить нет так смысла там долго но ее фиг достанешь да достать можно с листой стороны ну значит технологический задор не так не оно это никуда не денется оно не выпадет интересно как-то можно подточить чтобы оно стало ну просто чуть-чуть на упасть под резинку ну блин ну пас под резинку вот такая вот фигня получилась расход на войне патроны не считаю знаешь такое выражение а в среднем ну литров шесть ну так примерно короче вот такую пробку мне вытащил антоха это заменитель это тут оригинал а вот это оригинал вот такой оригинал разница есть может и нет еще один шесть а Продолжение следует...